МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Лола Абдулаева. Родилась я в 1994 году в городе Мишкек в семье кадровых офицеров. Папа мой окончил высшее военное саратовское училище. А мама окончила Уфимскую высшую школу МВД. Поступила во время СССР, а окончила уже Российской Федерацией. В первый класс я пошла в 63-ю школу города Бишкек. Однако, учитывая, что мои родители военные и по долгу службы, родители переехали в Панфиловский район Чуйского области. Там я продолжила школу и окончила среднюю школу в село Вознесеновка. Во втором классе я начала обучаться в музыкальной школе по классу фортепиано. После 7 лет обучения я успешно окончила, имея образование, в среднедетской музыкальной школе. Родители мне дали свободу выбора профессии. И тогда я поступила, учитывая, что у меня баллы ОРТ были высокими, я спокойно, в принципе, поступила в Академию МВД. На первом же курсе я была распределена во взвод по направлению следствия. И тогда я себе поставила четкую цель, что я стану именно следователем. После окончания Академии МВД, которую я окончила с красным дипломом, у нас было собрание курсантов, именно распределенных по Чуйской области. И на собрании именно мне выпала такая возможность, так как я закончила с отличием, выбрать именно любую должность в любом районе Чуйской области. И тогда я знала конкретно, что я стану хочу быть следователем. Я выбрала должность следователя в Джаилском районе, то есть ближе к ДОМ. И в 2016 году, в конце июля, я была назначена на должность следователя УВД Джаилского района, где я получила большой, практически, первоначальный следственный опыт. Следователь все-таки это гарант справедливости, я считаю, потому что в ходе расследования дела и итог дела подводит все-таки следователь. И очень важно все-таки следовать принципам, прежде всего, законности, ну и человечности. Потому что бывают различные очень индивидуальные все дела, люди и случаи. Я считаю, что у каждого человека, несмотря на то, что он работает в одной месте, у него всегда должны быть хобби, интересы. Это очень важно, этим и скрашиваются все будни, скажем так. И по сей день я очень люблю петь, на мероприятиях друзей, бывает, часто выступаю. Ну, в принципе, понемножку еще занимаюсь. В жизни всегда присутствовала поддержка моих родителей. Они мне никогда не запрещали или твердо не говорили, ты будешь заниматься этим, этим, нет. Они всегда давали мне свободу выбора во всем. Считали, что нужно, прежде всего, слушать свое сердце и любить то, чем ты занимаешься искренне. Тогда только можно достигнуть определенных успехов. Прежде всего, тем, кто устраивается на работу, хочу пожелать, чтобы они умели организовать свою работу. Если, ну, в частности, скажем, следователя, да, если следователь правильно не организует свою работу, не расставит время, будет очень сложно, и он просто закупается с головой в своих уголовных делах. Очень важно планировать свое время. Всегда руководители говорили нам о том, чтобы мы расписывали свой рабочий день. То есть вечером мы расписали, что мы должны сделать на завтрашний день, и, соответственно, вечером подводить итоги, что мы сделали, что не сделали, и перед уходом домой уже заново все расписать, свой следующий день распланировать. Вот тогда будут результаты, и тогда не будете так уставать, скажем так, на работе. То есть вы будете успевать уделять время и работе, и семье. Работу я очень свою люблю, несмотря на все тяготы, службы. Конечно, девушкам намного сложнее работать, чем мужчинам наряду с ними, да. Но, несмотря на это, я чувствую, что действительно вношу, пусть хоть и небольшой вклад, но вклад в общество, в дело наше государство. Первая моя должность была следователя УВД Чаилского района, как я говорила ранее. Затем я была назначена на должность следователя следственной службы УВД Первомайского района. Далее я проработала также в следственной службе города Бишкек, и в настоящее время я являюсь следователем следственной службы УВД Чуйской области.